Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем «Утро пятницы» на канале «Россия-1» и далее в нашей программе. Мы расскажем вам об одном из самых главных христианских праздников. Прикоснемся к искусству мельпомены и поздравим наших медработников с наступающим профессиональным праздником. Мы начинаем! Присоединяйтесь! В ближайшее воскресенье, 20 июня, весь православный мир будет отмечать один из самых главных православных праздников – Троицу. Еще этот праздник называют Пятидесятницей, потому что Троица приходит на 50-й день после Пасхи. Троица – это очень интересный праздник, имеющий свои традиции, свои обряды. А вообще, это, наверное, самый главный день для христианского мира. В этот день родилась православная церковь. Давайте посмотрим нашу традиционную рубрику «На пути к вере». Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный Бог мирной нас. Много замечательных праздников имеет русская православная церковь. Самый выдающийся и преображающий человека – это праздник Святой Троицы. Он относится к числу двенадесятых, то есть крайне важных для всех верующих, отмечаемых в честь какого-либо значимого события из жизни Христа. День Святой Пятидесятницы или Святой Троицы особо отмечается церковью, потому что само название Пятидесятница, оно, конечно, может и иметь какие-то аналогии с Ветхим Заветом, но на самом деле, потому что в 50-й день после своего воскресения Господь испослал Святого Духа на святых учеников и апостолов. То есть сам День Святой Троицы – это исполнение обетования, о котором говорил Господь. И, соответственно, что если мы чтим все Бога Отца, Бога Сына, явившегося в мир и спасшего весь мир, и по обетованию Сына, явившийся Дух Святый, оживотворил через апостолов движение новое, новое по Духу, это христианское учение, учение о Христе и о спасении всего человечества. И в этот день, после сошествия Святого Духа, апостолы возродили церковь. И, соответственно, христиане каждый раз, воспоминая этот праздник, празднуют как бы некий свой день рождения всей своей общности христианской, то есть всей своей церкви. В церковном календаре этот день имеет два названия – Пятидесятница и День Святой Троицы. У древних христиан это был второй по значимости праздник после воскресения. Две тысячи лет назад в Иерусалиме, в комнате, где собирались ученики Христа, на апостолов сошел Святой Дух. Согласно книге «Деяния апостолов», которая входит в Новый Завет, Святой Дух сошел на апостолов именно на Пятидесятый день после воскресения Христова. О том, что это произойдет, Иисус повидал своим ученикам еще при жизни. В течение сорока дней после своего воскресения Господь чудесным образом являлся своим ученикам. Он укреплял их в вере, научал их в вере. И, соответственно, все откровения, которые мы имеем в Священном Писании, это же слова самого Спасителя, сказанные ученикам и апостолам. И в конце своего учения, своего общения с учениками, которое принесло в них великую радость, Господь вознесся на небо, но пообещав, что пошлет иного утешителя, который-то и исполнит все, о чем было сказано, и пророками, и самим Христом, и все откровения божественные, которые были даны апостолам, исполнятся. А самое главное, что апостолы получат силу, ту, которая даст им возможность благовествовать всему миру о Христе. Через десять дней после Вознесения ученики Иисуса и его мать Мария собрались в Иерусалиме, в Сионской горнице. Вдруг тишина была нарушена. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и подчили по одному на каждом из них. Дух Божий сошел на учеников, и они получили особые дары. Дар говорить на разных языках. Дар целительства. Дар пропроведовать о делах Божьих. После сошедения Святого Духа святой апостол Петр произнес свою первую проповедь, в которой и сообщил о славном событии, совершившееся в этот день. Обращение апостола было кратким и простым. После него многие люди покаялись, уверовали и крестились. Сам город Иерусалим – это город мира всегда был. Потому что тогдашняя Римская империя, она была обладательницей многих народов. И множество из этих народов приходило в Иерусалим. Ну, по разным жизненным моментам. Потому что, во-первых, это был город и какой-то купеческий, совершенно, как и все города Ближнего Востока, соответственно. Ну и многие из них тоже веровали так, как веровали иудеи. И на момент Дня Пятидесятницы было множество народов в Иерусалиме разных национальностей. И когда апостолы стали, вышли, вернее, вышли и стали говорить, ученики Христовы стали говорить о Христе, и проповедь их после сошествия Святого Духа настолько была сильна, что, конечно же, многие люди обратились к Богу. И, соответственно, их первым вопросом было, а что же нам делать, чтобы спастись? И проповедь покаяния, сказанная апостолом Петром и другими, она как раз возымела это действие. И Петр тогда сказал, а вы покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа, и получите свое спасение. И вот таким образом чудесным, но если бы это просто вышел человек где-то и говорил просто вот на площади в публичном месте о ком-то или о чем-то, может быть, никто и не услышал, потому что это был шум, но это был голос апостола, который имел силу Святого Духа. И, соответственно, вот эта благодать Божия, она обратила внимание на себя всего народа, и, соответственно, люди услышали, и многие из них обратились ко Христу. У веровавшего Христа охотно приняли крещение. Таких оказалось в этот день около трех тысяч человек. Именно с этого момента образовалась Вселенская Церковь, а троица стала основным столпом христианской веры, символом рождения Церкви Христовой. Сошествие Святого Духа указало на тройственность Бога. Бог Отец творит мир. Бог Сын искупает людей от рабства дьяволу. Бог Дух Святой освящает мир через устроение Церкви. После сошествия Святого Духа ученики Христа начали ежегодно праздновать День Пятидесятницы и заповедовали вспоминать это событие всем христианам. С этого времени Святой Дух благодатно присутствует в жизни Церкви и совершает все ее таинства. В IV веке святым Василием Великим были составлены коленопреклоненные молитвы, читаемые до ныне на праздничной вечерни. Во время чтения молитв все, в том числе и священнослужители, стоят на коленях. Впервые после Пасхи поют молитву Царю Небесному. Это молитвы Святому Духу. Что, друзья, мы продолжаем телевизионное утро пятницы. Хочется процитировать непревзойденного Льва Николаевича, который говорил, что все счастливые семьи счастливы одинаково, а вот несчастливые – каждая по-своему. На сцене русского театра драмы и комедии «Крачаева-Черкесии» сегодня новая постановка. По пьесе Александра Финка ставит ее режиссер-постановщик Вячеслав Маркович Бродянский. Он сегодня у нас в гостях. Доброе утро! Доброе утро! Любезный Вячеслав Маркович, почему опять комедийный жанр? Почему опять, ну, в какой-то степени наша жизнь человеческая, наша сущность? Почему вы обращаетесь к теме человеческих взаимоотношений? Почему комедии, вы хотите спросить? Почему я не делаю драмы, не делаю трагедии? Да, исключительно комедии. Вы знаете, ну, это, наверное, несколькими причинами можно объяснить. Ну, во-первых, я люблю комедии ставить. Мне они, так сказать, бодрят душу. А второе, что я человек очень эмоциональный. Я где-то уже говорил, что для меня делать драму или трагедию достаточно сложно. Почему? Потому что я начинаю болеть этим. Я вот, допустим, ставил... Я много ставил спектаклей, много их поставил в свое время. Почти-почти более 100 спектаклей уже в моей копилке. Так сказать, я был главным режиссером в Узбекистане, в Русском театре. И много спектаклей ставил. Понятно, что среди них были и драмы. Поскольку любой режиссер, по идее, и любой актер должен вживаться в роль. Или вживаться в те обстоятельства, предлагаемые, которые дает пьеса. То для меня достаточно все печально кончается. Поэтому я уже пытаюсь от этого отодвинуться подальше. Хотя я много ставил спектаклей. Я и трагедию ставил. Ромео Джульетта, Шекспира. Это было Бишкеки. Спектакль «Солопачи» 4 часа. То есть у меня были достаточно острые драмы. И Вампилова, и Шукшина, и много пьес. Ну вот на сцене театра Карачаева-Черкесия Вы почему-то все больше отдаете предпочтение именно комедийному жанру. Ну, во-первых, будем так говорить. Комедийный жанр очень любят женщины. Любим. Шучу. Потом Вы знаете, что женщины чаще всего ходят в театр. Потому что, так сказать, это их пререгатив. Мужики, так сказать, ну, бывает, которые ходят и в театр, так сказать. Но чаще всего заполняемый зал – это женская часть. А потом, это как одна из причин, почему я ставлю. А потом, так сказать, Вы знаете, последние годы так сложилось. Мы живем все время в какой-то, так сказать, неустойчивой среде. В плане неустойчивой, что завтра мы не знаем, что будет завтра, какая будет зарплата, какие будут обстоятельства, будет ли у нас ребенок ходить, надо будет ли за него дополнительно платить в школе. Вот опять Вы о грустном. Да, о грустном. Вот пытаясь избежать этого грустного, при этом пытаясь ставить комедию. Чтобы людям, так сказать, которые пришли в театр, немножко, так сказать, отвлеклись от всего этого грустного, понимаете. Поэтому для меня и психологически удобнее ставить, приятнее, комфортнее ставить комедии. И понятно, что я всегда пытаюсь угадать желания публики. Поэтому ставлю комедии. Ну вот «Глупцы по объявлению» – это, в общем-то, пьеса известная. Ее ставят на сценах очень многих театров российских. Вы, по-моему, уже был в прокате спектакль, да, в прошлом году? Да, мы его поставили. Спектакль в прошлом году. Проблема в чем? Опять локдаун, так сказать, все сроки отодвинулся. Сейчас мы опять возобновляем на широкого зрителя, опять показываем этот спектакль. Поэтому спектакль действительно прошелся по России, по странам СНГ. Он достаточно известный, этот автор, Финк, он тоже известный, много пишет и комедии. Но драма у него маловато, а комедии много пишет. Человек набил руку. А потом приятно всегда работать с человеком, который, так сказать, умеет это делать. А сам сюжет комедии… Всех секретов только не открывайте всех. А, не открывайте? Ну, совсем чуть-чуть, буквально на 5 сантиметров от астены. А что вы скажете, допустим, или как вы себя поведете? Вот я вам как к женщине обращаюсь. Вот красивая, молодая, красивая женщина. Большим семейным опытом. Большим семейным опытом обращаюсь к вам. Допустим, ну, нет, допустим, не надо. Допускать это не надо. Предположим, вы видите объявление на заборе или на столбе. Вы видите объявление, что отдается муж, бывший муж, в хорошие женские руки. Как вы к этому объявлению отнесетесь? То есть мужа, как собаку, предлагается отдать в хорошие, добрые руки. Вот с этого начинается пьеса. Если бы я была не замужем, я вас уверяю, я бы обратила внимание. Ведь в жизни бывает всякое. Может, кому-то муж этот вот... Ну, может, кому-то и нужен. Да. Ну, в общем, я вам сказал, так сказать, исходное событие. Исходное событие вот такое, что вот есть объявление, а дальше вокруг этого объявления начинает все раскручиваться. Понимаешь? То есть можно обсуждать и дальше, что там будет, но лучше прийти посмотреть. Кстати, сегодня вечером, вот в 7 часов вечера, в филармонии мы показываем как раз этот спектакль. Так что имеет смысл. Как раз вот ваша передача прям вот, прям как не кстати. Кстати вовремя, понимаете? Как горячий граждан. Ну, мы и преследовали такую цель. Друзья, сегодня в 19 часов на сцене Государственной филармонии состоится показ спектакля. Голубцы по объявлению милости просим, чтобы в зале был аншлаг. Удачи вам, чтобы этот спектакль был в вашем багаже, вашего театра, который, знаете, вот такая вот штучка, которую в любой момент можно вытащить из сундука раз на сцену. Мы прям какая-то мечтатель. Прям прям как сказка. Спасибо большое за пожелание. Спасибо. Вячеслав Маркович, ну не могу не спросить о перспективах. Что в ближайшее время в работе? В перспективах? Что было перспектива? Честно говоря, пока, так сказать, ну отпуск, пока, так сказать, вопрос обсуждается, поэтому, честно говоря, еще не могу сказать, что точно, так сказать, мы собираемся сделать. Но, наверное, будет что-то приятное для нашей публики, честно говоря. Либо это будет опять комедия, либо что-то другое. Посмотрим. Не могу сейчас ничего сказать, потому что, честно говоря, уже начали-то какие-то наработки делаться. Но вы знаете, у творческих людей всегда, так сказать, бывает так. Две-три, так сказать, постановки на примете. А что там выскочит раньше, так сказать, пока не знаю. Ну, в любом случае, делайте что-нибудь. Знаете, как в анекдоте, когда в автобусе пассажиров набилось много-много, и женщина говорит, мужчина, вы уже полчаса на мне лежите. Он говорит, ну я же ничего не сделаю. Ну так делайте же что-нибудь. Ну вот делайте что-нибудь, потому что зрители сголодаться у нас очень мало. Хорошо, хорошо. И так ли концертов, духовная жизнь, к сожалению, сегодня оставляется. Я постараюсь, постараюсь обязательно сделать. Удачи аншлага на сегодняшний день. Вам тоже, и зрителям действительно большого здоровья, хорошего настроения на ближайшие выходные. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, мы продолжаем утро пятницы на канале Россия-1. Дорогие друзья, в ближайшее воскресенье свой профессиональный праздник отметят медицинские работники. Если бы вы только знали, сколько писем, просьба поздравить медицинских работников с их профессиональным праздником, пришло в нашу редакцию. Конечно, все их мы сегодня озвучить не успеем в рамках нашей программы. Но давайте сегодня все вместе пожелаем нашим медицинским работникам прежде всего здоровья. Здоровья, терпения и безграничной предуности своей профессии. А мы, дорогие наши медработники, доктора, медсестры, санитарочки, водители спецтранспорта, мы вам очень признательны. Главное, мы верим вам, верим в вас. Сумасшедшая жизнь все быстрее летит, и порой там, где крут поворот, беспокойное сердце врача нас хранит от болезней любых и невзгод. Если чье-то здоровье тебе суждено, охранять и не спать по ночам, это значит судьбой человеку дано беспокойное сердце врача. Согреваемым теплым дыханием огонек над свечою дрожит. Это лучшее в мире призвание охранять нашу пробкую жизнь. Будет утро добрым, станет день светлее, не болейте, доктор, мы за вас болеем. Будет утро добрым, станет день светлее, не болейте, доктор, мы за вас болеем. К нам приходится в жизни ненастья встречать, но в минуты, когда тяжело. Беспокойное, доброе сердце врача возвращает нам свет и тепло. За любовь заслонившую в жизни от бед наш семейный уютный очаг. Мы во все времена благодарны тебе, беспокойное сердце врача. Согреваемым теплым дыханием огонек над свечою дрожит. Это лучшее в мире призвание охранять нашу пробкую жизнь. Будет утро добрым, станет день светлее, не болейте, доктор, мы за вас болеем. Будет утро добрым, станет день светлее, не болейте, доктор, мы за вас болеем. Будет утро добрым, станет день светлее, не болейте, доктор, мы за вас. Не болейте, доктор, мы за вас болеем. Не болейте, доктор. Мы за вас болеем. Но не болейте, доктор. Мы за вас болеем. Дорогие друзья, утро пятницы на канале «Россия. Карачаева. Черкесия» подошло к концу. Я желаю вам, чтобы пятница для вас завершилась благополучно. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова